Всего 10 лет назад водителей, которые не пристегиваются ремнем безопасности и игнорируют это базовое правило дорожного движения, было порядка 32%. Сегодня, согласно цифрам статистики, не пристегивается только 5% водителей. Еще 10 делают это периодически. Результаты, казалось бы, обнадеживающие, но цена игнорирования правил фиксации пассажиров в салоне автомобиля слишком высока. Так, очередное ДТП, которое произошло 21 июля, доказало эффективность ремней безопасности. Около 17-15 часов на улице Речной в городе Барановичи 19-летняя водитель, не имеющая права управления, управляла автомобилем «Опель» и не справилась с управлением, после чего допустила опрокидывание автомобиля. В результате происшествия 17-летний непристегнутый пассажир, который находился на переднем сиденье, погиб на месте происшествия. Установлено, что в момент ДТП на задних пассажирских сиденьях находилось несколько несовершеннолетних, которые были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Именно ремни безопасности в разы снижают тяжесть последствий при авариях, а зачастую спасают жизнь. Да, ремень не единственный элемент пассивной безопасности в авто, но игнорировать его использование и надеяться на русское авось точно не стоит. И брестские водители это хорошо понимают. В любых случаях все за руль и пристегнулся. Вот и вся теория. Пристегиваюсь постоянно, потому что это в первую очередь безопасность моя и безопасность пассажиров, которые едут рядом. Сам я, конечно, непосредственно постоянно пристегиваюсь, а пассажиров прошу, но заставить их не могу. Ну, считаю это безопасно и очень необходимая вещь. Как бы приветствую, когда штрафуют за непристегнутые ремни. Ведь только таким образом до некоторых водителей доходит важность использования ремня безопасности. Но понимание, что на кону стоит не одна жизнь и осознание, правильность действий – понятие разное. Ведь помимо законопослушных автолюбителей, за время профилактического рейда в зоне внимания инспекторов были и те, кто халатно относится не только к собственной безопасности, но и к безопасности пассажиров. Я думаю, право каждого гражданина, как он себя чувствует. Если он уверен, значит не надо, может, а так, может, надо, не знаю. Стоит отметить, что за текущий период по причине неиспользования ремней безопасности зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 14 человек погибли, 27 получили травмы различной степени тяжести. А потому, садясь в машину в следующий раз и испытывая желание проигнорировать простые правила безопасности, задумайтесь, зачем действовать вопреки здравому смыслу и искушать судьбу.